Игры по пляжному волейболу проводятся практически по тем же правилам, что и в классическом. Только в каждой команде не шесть игроков, а только два. Отличается и покрытие площадки. Песок вместо паркета. Пляжный волейбол развился как раз 9 лет назад. То есть все эти столбы, все эти сетки, все это было сделано 9 лет назад нами. За такой короткий срок солнечногорцы достигли немалых успехов в этой игре. Мы только что приехали из Брянска, где был младший возраст по Центральному и Федеральному округу. Два мальчика у нас выиграли Центральный и Федеральный округ, стали чемпионами России, победителем первенства, так скажем. После победы в Брянске ребята не почивают на лаврах, а продолжают упорно тренироваться. Удача заниматься вот этим в июле будет 5 лет. Именно пляжным или классикам? Ну, и пляжным, летом пляжка, зимой классик будет. А чем тебе так этот ход играется? Ну, азарт. Ну, последнее соревнование, коротко, по Туле. Мы заняты там первое место. Потом ездили в Брянск, в Сихотов, по своему возрасту. Мы тоже заняты там первое место. Пляжный волейбол – массовый вид спорта. И заниматься им могут как мальчики, так и девочки. Главное – желание и настрой. Естественно, у мальчиков больше выносливости, поэтому им попроще. Но девочки с удовольствием занимаются. И с кем вообще легче работать? Легче работать? Ну, не знаю, мне легче работать с девочками. У девочек, кстати, тоже есть свои достижения. Мне нравится больше пляжный волейбол, чем классика. Как бы в пляжном волейболе больше солнца, песка. Ну, и ездим соревнованиям тоже. В прошлом году выиграли первое место в Московской области и заняли второе место. Тренируем мы всех ко всем одинаково. Но к каждому невероятный подход чисто психологический. Ну, кого-то можно подбодрить, кого-то можно и немножко поругать. Особенно с девочками это касается. Ну, потом много сил, так лучше сплотить их, чтобы делать из них команды. Волейболисты под руководством своих тренеров сейчас готовятся к первенству России, которая пройдет с 10 по 20 августа в Анапе. Екатерина Фогичева, Илья Ходорковский, Солнечногорское телевидение, спортивное обозрение.